Всем привет! Сегодня второй выпуск рубрики новостей. Погнали! Набережная Сочи готова к сезону на 80-90%. В Сочи с 1 июня собираются открыть 65 пляжей при санаториях. А также в этом году на курорте будут организованы 190 пляжных территорий. Из них 3 откроются впервые. Так что в целом подготовка идет к сезону. Я знаю, что такие страны как Турция и Италия открываются для сезона. Но в Сочи ничем не хуже. Я думаю, что все у нас разрешится и вы можете приезжать к нам и отдыхать. Класс! Нордвинд в июне откроет прямые рейсы в Сочи из 10 городов России. Это Москва, Екатеринбург, Казань, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Ульяновск и Уфа. Но я так думаю, не только Нордвинд будет работать, будут и другие авиакомпании, там и Сэвен и так далее, так далее. Меня удивляет, почему-то не написали мой любимый город Новосибирск. Но с Новосибирск, я думаю, будет по-любому так же летать самолеты. Потому что мне нужно этим летом сесть обязательно куда? Все правильно, к родителям. Гость из Иркутска устроил во дворе обсерватора догонялки с росгвардейцами, за что и получил трое суток ареста и 15 тысяч рублей штраф. Но парень из-за этой догонялки, так скажем, стал знаменитый. Его даже показывали, по-моему, на Rush Today. В общем, если бы я находился в обсерваторе две недели, возможно, я бы чуданул так. Потому что, ну, мне очень тяжело находиться в здании две недели, никуда вообще не выходя. И, кстати, что касается росгвардейцев, друзья, надо заниматься спортом. Посмотрите, как этот парень обошел вас. Нужно идти дальше. Семья из Санкт-Петербурга устроила голодовку в обсерваторе в Сочи. Им не разрешили принести роллы и пиццу в номер. Вот они же люди, они же кушать хотят. А какая разница, почему нельзя, они же заказали еду, почему нельзя пропустить? Вот напишите в комментариях, почему нельзя. У меня, честно, лично меня раздражает, что в нашей стране все в крайности. Ну, вот мы же сидели дома тоже, мы заказывали еду. Ну, мы же, блин, а в чем разница, если они там сидят, находятся, и почему им нельзя покушать? Предприниматель из-за карантина подал в суд на губернатора Краснодарского края. Ну, насколько я знаю, и на Собянина сейчас также подают в суд. Да, вообще, если, так скажем, всем предпринимателям собраться, на государство можно каждый день в суд подавать, потому что, но по факту, к сожалению, много предпринимателей просто очень-очень сильно пострадали, обанкротились и так далее. Правда, я не уверен, конечно, что получится чего-то добиться. В Сочи выявили незаконную свалку, которая могла бы нанести природе курорта невосполнимый ущерб. А администрация, я так понимаю, наказала этого человека, который незаконно устроил там свалку, зная то, что приехала техника, поставили ограждение для того, чтобы грузовики не смогли туда вообще заезжать и делать эту гадость, эти грязные дела. На самом деле, я очень рад, что новый мэр города проводит проверки, и я считаю, что нельзя такого, как говорится, беспредела делать в курортной зоне. В Сочи ищут, ищут. А, ну сейчас это нормально будет. В Сочи ищут воровку, укравшую с цветочной клумбы детского сада десятки кустов растений. Это было в ЛОО, в общем, детского садика номер 77. Такое чувство, что эта девушка, походу, приехала из Киселевска. Это откуда я родом. У нас в городе Киселевске посадили елочки красивые. Когда наступил Новый год, у нас их просто срубили. Вот, я думаю, это, наверное, она есть. В Сочи выберут депутатов Сириуса. В Совет Сириуса будет избираться 15 депутатов сроком на 5 лет. А вот, допустим, Жириновский сказал, что надо сокращать депутатов и чиновников, потому что их стало очень-очень много. Ну, да ладно, это его мнение. На самом деле, я хочу так сказать, что Сириус очень-очень мощно развивается. И приезжая туда, очень много стройки встречается. Также, конечно, там кладут новый асфальт. Хотя, я не понимаю, вроде, недавно он был новенький, его основного решили. Но, да ладно, я думаю, депутаты там решат между собой. Новый он или старый. А хочу добавить, что к Сириусу сейчас относится жилой комплекс фрукты. И, соответственно, в связи с этим ценник пошел вверх, пошел вверх. И также, в принципе, на самой территории Сириуса в земле очень мало для стройки. Так что, если есть у вас возможность, я вам советую приобретать там недвижимость и зарабатывать на этом. Сочинский этап Формулы-1 может пройти уже со зрителями. Такое заявление сделал генеральный директор Росгонок Алексей Титов. Так что, с 24 по 27 сентября вы можете приехать на Формулу-1. Конечно, если вам это интересно. Я вот 30 минут выдержал. У меня что-то перепонки не лопнули. Я оттуда убежал с женой. Ну, я просто, я вот лучше бы сходил на соревнования, а это на дрифт. Вот это интересно. В Сочи продолжает благоустройство набережной Мацесты в рамках федерального нацпроекта. Полностью работы планируется закончить весной будущего года. Мацесту раньше, честно, вот я вам честно, прям честно скажу, что ну я ее недолюбливал. Ну, не понимал, в чем там красота. Но сегодня мне очень нравится именно эта набережная. Администрация молодцы. Респект, как говорится. И вообще, в целом Мацеста развивается. Сейчас строится очень много различных жилых комплексов. Я уже, кстати, два сделал видеообзора. Это жилой комплекс Лукоморья и Измайловский парк. Можете посмотреть. Вот здесь вот. Вот здесь. Будет этим, можете кликнуть и посмотреть. И крайняя новость. В Сочи предложили обеспечить медиков бесплатным отдыхом в здравоохранениях курорта. И они это могут осуществить с октября 2020 года по май 2021 года. Я считаю это правильно, потому что именно медики оказались на передовой в борьбе с коронавирусом. Пишите ваше мнение в комментариях. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Для того, чтобы не пропустить яркие события города Сочи. С вами был Василий Попов. Канал ProSocci. Пока. Предприниматель... Я достал, сниму, поговори. Давай. Предприниматель из-за карантина подал в суд на губернатора Краснодарского края. Давай еще раз. Только давай не это. Знаешь что, не пой, короче. Спасибо.